Давайте сначала познакомимся. Меня зовут Мирзаим. Я выпускница Кыргызской государственной медицинской академии, закончила в 2018 году. Хочу вам рассказать все этапы прохождения на ординатуру в Турции, как это все происходит. Сначала вы заканчиваете свой университет, затем ваши документы, диплом переводите на турецкий и вместе с этими документами приезжаете в Турцию. В Турции есть так называемая организация, две организации, которые занимаются этими делами, это ЙО и ОСМ. Идете в ОСМ, там сдаёте свои документы и они рассматривают ваш диплом, насколько ваш диплом соответствует турецкому диплому и насколько есть разница между турецким и вашим дипломом. Затем вы заходите на тест СТС, называется тест на подтверждение вашего диплома. Этот тест состоит из предметов клинических, терапия, хирургия, педиатрия, акушерство и гинекология. И есть такой предмет, как кучукстаж, который включает в себя тальмологию, лор, неврологию, анестезиологию и дерматологию. Этот тест состоит из 120 вопросов, вам дают около 2,5 часа на решение этих вопросов. И есть такая особенность, что один вопрос считается как 0,8 баллов, а не один балл даёт. И плюс 4 неправильных ответа забирают один правильный ответ. И когда вы так подсчитываете баллы, раньше проходной балл было 40 баллов, сейчас во время коронавируса снизили до 35. Если в таком порядке вы набираете 35 баллов, то вы проходите этот тест. После этого теста вот эта организация, которая проверяла ваш диплом, она вам выдаёт срок. Например, у меня вышла разница 6 месяцев. Я должна была пройти стажировку 6 месяцев в какой-либо из больниц Турции. Это были предметы, опять терапия, хирургия, акушерство, гинекология. У них ещё есть приёмное отделение, Аджиль называют, да. В каждой больнице есть своё приёмное отделение. И вот этой особенности нет у нас в странах СНГ, поэтому все проходят месяц стажировки в приёмном отделении. Затем, после того, как вы проходите стажировку 6 месяцев, у педиатров почему-то выходит больше разницы, они проходят 8 месяцев. И здесь нету разницы, какой факультет вы закончили педиатрию или терапию, ну, лечебное дело, да, взрослое. Всё равно все проходят один и тот же этап. И когда вы всё проходите, можете выбрать как и взрослую ординатуру по взрослым заболеваниям, так и ординатуру по детским заболеваниям. Есть такое преимущество. Затем, после того, как вы проходите стажировку 6 месяцев, вы берёте вот этот листочек. Сначала расскажу о том, что можно проходить в любой больнице в Турции, но есть такой нюанс, то, что стажировка платная. Раньше это было намного доступнее, даже были города, где было бесплатно, а сейчас вот очень завысили цены. Например, в месяц в некоторых больницах платят по 5 тысяч лир. То есть, если умножить на 6, то уменьшающая сумма получается. И, по-моему, сейчас осталось только 1-2 больницы, где можно бесплатно пройти. После того, как вы прошли эту стажировку, вместе с результатом вашего СДС, то, что вы сдали тестом, вместе с бумажкой, то, что вы прошли стажировку, опять идёте в ОСМ и издаёте все эти документы, и вам выдают подтверждение вашего диплома. Этот листочек, он будет говорить о том, что вы тоже являетесь выпускником турецкого вуза. Теперь, какие возможности даёт эта бумажка? Денклик называется на турецком. С этой бумажкой вы можете работать в приёмном отделении, устроиться в приёмное отделение больниц, можете работать врачом в общей практике, здесь это называется протезиент, либо катхеким, то есть врач, который отвечает за этаж. В частных больницах очень часто бывают такие врачи. И можете стать семейным врачом, айлехеким. Чем выгодно устроиться в аджире, в приёмное отделение? Там работать, да, конечно, сложно. 24-часовое дежурство, и в течение 24 часов вы принимаете абсолютно разных пациентов. От стариков до... нет, детская отдельная педиатрия, но беременные приходят, любые патологии, травмы, острый живот и так далее. Всё это вы должны уметь лечить. Но есть ещё плюс, то, что во всех больницах бывает узкий специалист ещё дежурный, и в любое время можете позвать на консультацию любого специалиста. Поэтому это не особо страшно. Затем, что страшно, это количество пациентов. За 24 часа вы принимаете примерно 300 пациентов. Но какой плюс? После 24 часов обычно 2-3 дня дают вам отдыха. То есть в месяц у вас бывает 10 дежурств, либо 8 дежурств, а в остальные дни вообще не ходите на работу. Это время можно использовать для того, чтобы зарабатывать, потому что в приёмном отделении зарплата у вас будет намного выше, чем у у нас, да, у ординаторов по специальности. Будете получать зарплату, как сами граждане Турции. Это сейчас около 30 тысяч лир, получается. Приближается к 2000 долларов, да, если переводить на доллары. Плюс в свободное время можете готовиться к ТУСу. А ТУС – это у нас экзамен, по которому берут на ординатуру. И там уже важно набрать высокие баллы. Что касается семейных врачей, это немножко сложноватая тема, потому что там нужно копить себе пациентов. Вам выдают кабинет, вы там начинаете работать и набираете себе население. И в зависимости от того, какое количество населения начинает приходить к вам, у вас поднимается зарплата. И это немножко долгий процесс, плюс сложный из-за того, что всё-таки мы иностранцы, и всё-таки граждане будут выбирать местных врачей, нежели вас. Далее, КАТХИКИМИ, врач общепрактики, они тоже будут получать зарплату так же, как и местные граждане, но там минус в том, что нужно будет каждый день ходить на работу, туда с утра до вечера. Это для тех, кто не хочет на ординатуру поступать, а хочет поработать просто. Далее, если вы хотите поступить на ординатуру, вы готовитесь к тесту ТУС. Этот тест включает то же самое, клиническая часть, то, что была на СПС, это они похожи друг на друга. Плюс утром есть ещё часть основная из базовых предметов. Оно включает в себя анатомию, микробиологию, фармакологию, патологию, анатомию сказала, физиологию. Вот. Всего 12 предметов получается. Утром 2,5 часа, опять 120 вопросов по основным предметам. Затем после обеда идёт 120 вопросов по клиническим предметам. Опять считают баллы. И насколько здесь выше наберёшь балл, тем лучше, потому что по баллам этого экзамена начинается конкурс на ординатуру. Она турецко называется Терджих. От чего зависит Терджих? Например, самые высокие баллы проходят сначала по спектаклям, специальности она делится здесь. Самые высокие баллы у пластических хирургов, у дерматологов, затем офтермологи, лор, и вот эти предметы в основном. самые низкие баллы – это нейрохирургия, детская хирургия, кардиохирургия, затем идёт хирургия, кардиология, неврология выше среднего, и средние баллы – это терапия и другие. А плюс ещё психиатрия – высокие баллы требуют. Затем идёт распределение по городам. То есть, соответственно, в Стамбуле, в Анкаре, в Измире – самые высокие баллы. Затем, скажем, Адана, там, Диарбакыр, Эрзуром, Рабзон и так далее, всё вот это распределяется далее по городам. Но, например, смотрите, если где-то в далёком городе есть терматология, люди всё равно выбирают терматологию, потому что им нужна специальность, а город – неважно. Есть люди, которые выбирают по городу. Кому-то обязательно нужно быть в Стамбуле, и тогда в Стамбуле проходят туда, куда их балл позволяет. Плюс анестезиология тоже такой средний балл. После того, как вы сделали перджик, если у вас есть соперник, который хоть на 0,5 балла вас опережает, где он тоже написал именно эту больницу и эту специальность, то тот человек проходит в первую очередь. Затем после первого тура есть также второй тур, называется Эктерджик. Там остаётся… Иногда бывает так, что один человек прошёл в несколько мест, и тогда вот это место, где по баллу он вроде бы проходил в другую больницу. Это место остаётся свободным, потому что на первом туре уже выбрал себе другую больницу и прошёл туда. В Эктерджик вы выбираете те места, которые остались. Есть такая возможность. Вот. Затем, после того, как вы прошли на ординатуру, откуда вы начинаете, зависит вообще от больницы. В разных больницах по-разному, разная схема. Например, нет такого, что все ординаторы по неврологии, все они начинают там в отделении, в сервисе. Либо там кто-то начинает, ёмбакомет. Всё это решается той больницей и тем отделением, где вы находитесь. Например, я могу рассказать только то, как у нас в неврологии проходит. Чомез, это то есть ординатор новенький, который только что начал, он у нас начинает в отделении интенсивной терапии. В неврологии, в кардиологии, в хирургии обычно есть свои отделения интенсивной терапии. Этот плюс ещё даёт дополнительный бонус, потому что за дежурство мы получаем больше, чем обычный альзинатор, где нет отделения интенсивной терапии. Чаще к таким относятся анестезиологи, у них есть реанимация, кардиология, неврология и общая хирургия и терапия. Чаще всего у этих специальностей бывает своё отделение интенсивной терапии. Начало именно работы в интенсивной терапии было немножко сложным, потому что, получается, ты ещё нигде не работал врачом особо, нет практики, есть только теория, и то после экзамена почти всё забывается, и там оставляют тебя один на один с пациентом. и ты не знаешь, делаешь ли ты что-либо правильно, не делаешь, или там пациенты постоянно умирают, потому что и так это интенсивная терапия, и всё время вот это чувство вины немножко начинает на тебя давить. Потом плюс насчёт дежурств, то, что самое большое количество дежурств ставят самому младшему ординатору, да, Ча Мезу. У нас было вначале восемь дежурств, и плюс ещё зависит от того, какое качество дежурства у вас. Например, бывает отделение, где десять дежурств в месяц, но после двенадцати до утра они спокойно спят, их никто не беспокоит. Получается, в неврологии так, что все другие отделения по больнице, плюс приёмное отделение на всё время требует консультации неврологии, потому что неврология является немножко такой специфичной, да, и у других врачей других отделений очень часто бывают вопросы, да, поэтому очень много консультаций. И получается, ты после двух месяцев сначала, конечно, тебя не оставляют одного сразу, один-два месяца ты на дежурстве остаёшься вместе со старшим ординатором. И за вот эти один-два месяца тебе нужно максимально всему научиться, максимально научиться принимать решения критические и так далее. И после двух месяцев тебя оставляют одного, но сколько ни старайся, всё равно невозможно за два месяца всему научиться. И поэтому на дежурство бывает очень сложно. Плюс во время дежурства ты сидишь за 13 пациентами из интенсивной терапии и 36 пациентов в отделении за всех отвечаешь ты и плюс консультации. Поэтому дежурство в терапии, кардиологии, неврологии обычно проходит очень тяжело и спать удается редко. Можно там 2-3 часа поспать до утра и опять на следующее утро продолжаешь. получается 36 часовые дежурства. Но сейчас недавно вышел закон и сейчас уже постепенно внедряется, отпускают ординаторов, те, кто был дежурный, на утро отправляют домой. Такая новость. Но при этом что здесь отрицательного, то что говорят, что снизят зарплату. Насчет зарплаты ординаторов по специальности это в среднем если перевести на доллары от 500 до 700 долларов получается. А если плюс еще и сейчас снизят за дежурство, получается еще недавно. Поэтому как вариант заработка поступить на ординатуру в Турцию это не самый хороший вариант. Хороший вариант в том смысле, что образование здесь ну не скажу что отличное не то чтобы профессора пытаются тебе что-то объяснить нет здесь все на практике потому что очень часто стоишься один на один с пациентом и тебе приходится само что-то читать что-то разыскивать и получается все равно за вот эти 5 лет ты видишь очень много пациентов с разными редкими заболеваниями например здесь налево направо все можно делать генетические тесты можно назначать все анализы антитела рассматривать все инфекционные заболевания восклинические заболевания паранеопластические синдромы с ног до головы делать КТ всем компьютерную томографию позиционно эмиссионную томографию тоже можно назначать поэтому с ног до головы получается обследуем пациента и что мне нравится обязательно находим этиологию заболевания как у нас принято не знаю как в России но например в Кыргызстане это чаще лечится только заболеванием но в это время в острый период а этиологию для того чтобы установить этиологию это очень сложно а здесь есть такие возможности в больнице плюс в больнице в основном оснащены всем тем что необходимо для врача например есть аппараты МРТ в каждой больнице есть аппарат КТ есть нуклеар где проводят вот эти все ПЭТ и так далее очень редко когда нет какого-то метода обследования а также насчет лекарств тоже пытаются самые новые лекарства внедрять например в неврологии очень много всяких антител там анти GD20 укрыли зума иммуноглобулины вот это все например стоит очень дорого да и обычно у нас это не применяется потому что очень дорого там один флакон стоит 30 тысяч рир да а пациенту нужно 5 дней принимать это лекарство и соответственно например у нас в странах где система этого страховки не развита то это кажется невозможным да а здесь из-за того что у них есть своя система страховки и вот эта страховка она покрывает почти все для пациента прием врача все анализы если необходимо госпитализация если необходимо все вот эти лекарства все это вот эта страховка покрывает поэтому можно здесь свободно и врач может свободно назначать все анализы и все обследования которые хочется и плюс пациент не волнуется о методе лечения и ты не волнуешься о методе лечения и назначаешь самый лучший метод лечения для пациента. Насчёт научной работы всё зависит от самого ординатора, насколько ты будешь внимателен. Например, наблюдаешь пациента и замечаешь, что это какой-то редкий случай, и сразу сам предлагаешь профессору написать статью об этом пациенте, вместе пишете статью, точнее всё ты сам делаешь, затем профессор тоже проверяет, добавляет своё, затем можешь публиковаться как в местных журналах, так и в иностранных. Бывает, что вот у нас неврология пока здесь проходила, за два года две публикации в международных известных журналах было. Не у меня, а в нашем отделении в целом получается. Насчёт конференций бывают такие отделения, которые отправляют всех своих ординаторов на конференцию. Во время конференции оставляют только двух дежурных, и все вместе дружно идут на конференцию. Но у нас немножко в этом плане идёт борьба за конференцию. Если ты нашёл какого-то пациента, написал какую-либо статью, только тогда ты можешь претендовать на конференцию, затем ищешь ещё себе спонсоров для того, чтобы они оплатили участие, перелёт и проживание. В этом плане немножко сложно, потому что постоянная конференция, при том, что ещё и сильная конференция с турками. Насчёт образовательного процесса. Говорят, что до коронавируса всё было намного лучше. Там каждый день утром встречались на пятиминутке, обсуждали пациентов, каждую неделю там проходили семинары и так далее. Вот эти два года у нас не было такого, потому что из-за ковида не собирались, и профессора очень боялись. Мы проводили это встречи в Zoom. Не раз в неделю, а раз в месяц почти. И то не профессора объясняют, а ординатор какую-то тему подготовит и рассказывает. Плюс это проходило вечером, в семь часов вечера. А если ты вчера был дежурный, то вряд ли ты это слушал, получается. Поэтому по части образования не скажу, что все тебе что-то объясняют, что-то рассказывают. Всё ты самостоятельно начинаешь читать. После первого года ординатуры становится намного легче, потому что у вас и количество дежурств снижается постепенно. Как только после тебя начинает приходить ординатор, у тебя на одно дежурство становится меньше. Каждый ординатор приходит за шесть месяцев. Получается, что за шесть месяцев у тебя снижается по одному количеству дежурств. Сейчас у меня дежурств, когда я дежурный, еще делятся на пример секундарь. Пример – это тот, кто реально остается в больнице и дежурит. А секундарь – это тот, кто при необходимости, если будет очень сложно, можно позвать. Но в принципе никто и не приходит, когда вот так зовешь. И у меня сейчас есть дежурств таких три, где я сама одна остаюсь и дежурю. И три таких, когда я вот второй человек. Но могут мне позвонить, спросить эти младшие ординаторы, посоветоваться могут. И сейчас стало реально намного легче. И сейчас немножко есть время самостоятельно подсчитать неврологию, самостоятельно подготовить что-то. К концу неврологии, получается, у нас пять лет, и к концу окончания ординатуры каждый пишет, они называют тест, то есть такую работу научную, защищаешь эту научную работу. Но она, к сожалению, у нас, так сказать, нет особой пользы. Вы не можете этой работой к кандидатской защите и так далее. Это просто для окончания ординатуры такая работа. Плюс будете сдавать экзамен, где будут сидеть все профессора из разных университетов, соберут комиссию, и будете устно сдавать экзамен. Вообще, во время прохождения ординатуры тоже каждые шесть месяцев опять собираются все профессора вашего отделения. Вы заходите, каждый задает какой-то вопрос, вы отвечаете. Редко кого оставляют, в основном проходят, но, конечно, говорят, что недоволны, там не полностью ответил, либо там на этот вопрос не смог ответить. Ну, почитай, еще поработай получше. Но не оставляют никого. Только если бывают проблемы с ординатором, что он постоянно опаздывает, там не выполняет работу нормально, либо там с кем-то ругается и так далее. В таком случае, если они хотят, чтобы этот ординатор ушел, в таком случае они могут сказать, вот ты не прошел экзамен, мы тебе продлеваем на шесть месяцев еще твою ординатуру. Вот. В основном у меня это все, что я вам хотела рассказать. Если у вас есть вопросы, можете задать. Мерзаем. Мерзаем, правильно? Спасибо огромное. Вы больше такие, да, вот затронули и общие вопросы, и с практической точки зрения подошли к своему вебинару. И по поводу получения опыта, по поводу, да, вот то, что я спрашиваю вас, до того, когда люди подключились, то, что вы сказали, что люди набираются опыта именно за счет потока, не за счет того, что тебе там каждый прикрепляется там профессор, и тебе все объясняют, а вот за счет поток, поток большой, соответственно, ты быстрее набираешь опыт. Это как у меня в России было, то есть я изначально работал в городской поликлинике, там поток маленький. Изначально онкологом там мне ставили человек 15, может быть, в день. А потом, когда уже я перевелся в областную, в областной онкодиспансер, соответственно, там поток больше. Там было, ну, опять же, не сравнить с Турцией, 30 человек примерно. Но когда поток больше, ты опыта быстрее набираешься. Например, у нас в России очень отличается вообще с медицина, вот с Турцией, то есть у нас уделяется больше времени пациенту, а обследование… Есть какой-то спектр, да, шаблон обследования, который ты назначаешь, допустим, при той же онкологии, но он распределяется на примерно 10-20 дней. Мне кажется, в Турции побыстрее, да, в этом плане. То есть можно буквально за несколько дней обследовать пациента. Ну, есть анализы, да, в основном, вот рутинные анализы, они за 1-2 часа уже выходят, но есть анализы, например, там антителогенетические анализы, они все равно занимают несколько недель, пока выйдет результат. А вот, допустим, морфологические исследования, они сколько делаются примерно? А патологии, если, они тоже несколько недель, две недели, например, в среднем, но если этот пациент лежит у тебя в отделении, ты можешь пойти в патологию, здесь патология всем этим занимается, и там попросить, да, сказать, что вот пациент немножко срочный, не могли бы вы сначала его рассмотреть, да, и в течение 1-2 минуты уже можно результат получить. Ну, в принципе, как это, как у нас, у нас, если пациент в поликлинике, соответственно, он идет общим потоком, общим списком, там, по очереди, допустим, ну, примерно занимает неделю у нас гистология, опять же, ну, в зависимости от сложности, да, там, полученного материала, если там какое-то маленькое образование, простенькое, там, полип какой-то, то, соответственно, он быстрее отвечается, и, ну, а когда ты в стационаре, у тебя пациент лежит, и теперь срочно нужно узнать результат гистологии для дальнейшего решения, да, там, что с этим пациентом делать, операцию брать, не брать, соответственно, да, также ты можешь позвонить, либо сходить, попросить, ну, милостьюшную, у меня, по крайней мере, в России много знакомых, патологоанатомов, которые всегда шли, всегда помогали, и в этом плане хорошо. так, у меня еще вопрос, пока что люди подключаются, смотрят, спрашивают, точнее, слушают, смотрите, я, допустим, проходил в России аспирантуру, по хирургии, я ее закончил, у меня есть диплом, это как-то может мне помочь в плане поступления именно в ординатуру, в Турции. Насколько я знаю, что этот никак не помогает обычно, и нужно заново здесь ординатуру проходить, но бывали случаи, так, мельком, вот, краем уха услышала, когда кто-то говорил, что если там кандидат, что ли, и есть большой опыт работы каким-то специалистом, то там были какие-то пути, но для того, чтобы точно узнать, надо сходить в этот, в офис ДОСМ, они же занимаются этим всем, или у них уточнится. Вот вы возьмите вот эту бумажку про аспирантуру и переведите на турецкий, потому что они поймут все равно, и у них уточнете. Хорошо. Ну да, я тоже, я тоже, это и слышал, то, что вы сказали, там, имея опыт работы, там, более пяти лет, если не ошибаюсь, там, восемь лет или семь лет. И имея кандидатскую именно, обратившись в министерство, по-моему, с министерства не образования, министерства здравоохранения, можно попытаться поступить на, там, на третий курс, может быть, ординатура. Вот здесь еще особенность в Турции в том, что люди особо не хотят помогать, и многие будут говорить, там, ну, не знаю, нет, нельзя, нельзя. Нужно найти правильного человека, который захочет вам помочь, и который реально знает, знает того, кто-то все, либо самому в интернете, там, поискать, где, вот, написано, там, по закону, вот так-то, так-то, и с этой бумагой идти, да, там, чтобы у тебя на руках какое-то доказательство было, только тогда они начнут, там, помогать, да, а так, если просто спросить, то, по-чинству, здесь просто не отвечают. А можно из вашей практики какой-нибудь самый такой сложный клинический случай у вас был? Было несколько случаев таких, когда, ну, неврология такая, ну, такая специальность, где в основном у нас пожилые люди, там, инсульты и так далее, но иногда в отделении интенсивных, интенсивной терапии было два пациента, у которых мы вообще не смогли диагноз поставить и потеряли, да, было 18 лет, 16 лет, всё началось просто с головной боли, затем они постепенно теряют сознание, приезжают к нам, мы ложим их в интенсивную терапию, обследуем на всё, МРТ, нормальная компьютерная томография, нормальное всё, анализы крови, всё в порядке, анализы спинно-мозговой жидкости, тоже всё в порядке, ничто не говорит об эффектах, даже аутоиммунный энцеполит, вот эти всё параметры мы всё рассматриваем, но всё приходит отрицательное, но на глазах вот этих пациентов за неделю всё становится им всё хуже, и они умирают, вот эти два случая остались в памяти, и ещё один случай того, что опять пациент обратился, пациентка, точнее обратилась с головной болью, и смотришь, вроде бы пациент, в неврологии ещё очень часто бывают пациенты, конверсив их здесь на турецком называют, те, кто имитирует симптомы, и смотришь, вроде бы она такая, да, жалуется, что у неё там много детей, что дома ей нету покоя, и у неё постоянно из-за этого болит колоба, ну, плюс до этого она по всем больницам походила, да, в области, и все ей сделали все обследования, МРТ и так далее, и так далее, и в конце концов все решили, что это у неё конверсив, а конверсив занимаются психиатры, да, отправили к психиатрам, психиатры начали антидепрессанты и так далее, но всё равно она решила ещё раз прийти в университетскую больницу, а здесь университетская больница, это теоретичный уровень, то есть сначала больные идут там в Девлет-Останесе, да, в Государственное, в Шегире-Останесе, и самые сложные случаи, которые там не смогли решить, в последнюю очередь идут в университетскую, и в этой университетской больнице уже там чаще всего какой-то результат, да, выходит, и эта пациентка, мы её положили, опять начали вот это всё обследовать, опять МРТ, всё в порядке, но в спинномозговой жидкости у неё был повышенный белок, около 400, в норме должно быть, ну, максимум до 100 доходит, да, у пациента с мультипосклероз. Потом у пациента плюс начинаются эпидемиологические препараты. Потом мы поняли, что у неё вот точно не психологическое, а точно что-то органическое под этим лежит. Начали её обследовать, долго не могли найти, сделали компьютерную томографию грудной клетки, компьютерную томографию живота, абдомен, и кости там, на лентгенограмме кости сделали нот, всё равно не могли ничего найти. В итоге сделали маммографию, и у пациента вышел этот рак груди. Указалось, что вот рак груди паранеопластический проявилась как головная боль, да. Затем пациентка, ну, почти её теряли, потому что потом она зашла в этот, на ЭКСМ мы называем, ноункубульсив статус эплептикус. В статус эплептикус, когда вот припадок постоянный, и пациент вообще не просыпается, да, от этого положили в отделение интенсивной терапии, начали лечить. Затем мы думали, что уже потеряем пациента, но как только поставили диагноз рак груди, да, проконсультировались у онкологов, онкологи начали терапию, я сейчас не помню, чем мы её лечили. Затем сейчас пациентка в полном порядке, сейчас она дальше получает онкологическую терапию, головные боли прошли, и в принципе за 2-3 месяца у неё приступов головной боли не было. А как выявили образование малышей железы? УЗИ сделали или что? УЗИ и мамаблюфию сделали. Затем сделали пять ещё. И оказалось, что у неё есть множественные очки. Всё равно есть метаслазия, плюс у неё повлечение перитонит у неё было, или что, я не понимаю. Да, брюжейка тоже, там метастазы были. А, метастазы брюжейки, канцероматоз. Да, да. А большая опухоль была в малышной железе? Да, не помню, примерно 2,5-4, что ли, сантиметра и так было. Визуально она не была деформирована, сама малышная железа? Не было втянутого соска, лимонной корочки? Ничего? Да, не было, да. У нас, видите, у нас в России, допустим, когда пациент попадает в поликлинику, неважно в какую там городскую, обязательно он проходит гинеколога либо терапевта, да, и мы, как онкологи, всегда их просим смотреть грудь. Ну, казалось бы, да, ничего сложного нет. Просто хотя бы визуально посмотреть грудь, потому что когда четвертая стадия рака, то обычно грудь, она изменяется, там одна больше, другая меньше, там сосок втянутый и так далее. Вот, и вот эти вот нюансы, что, допустим, в Турции, мне кажется, в этом плане меньше выделяется времени пациента в плане осмотра. То есть, грубо говоря, пациент приходит, у него жалобы есть на осложнение, да, допустим, от того же рака молочной железы, но сама молочная железа ее не беспокоит. И это часто такое бывает. Я помню, консультировал как раз таки пациентку в неврологии, работая в городской клинике, меня попросили проконсультировать. Вот я прихожу к ней, а у нее там инсульт был, по-моему. А я прихожу, раздеваю ее, и у нее вместо груди просто там, ну, не знаю, как мягко говоря, цветочек, да, там, понимаете, да, там все деформировано. Я ей говорю, удивительно, вы считаете, это нормально, то, что у вас вместо молочной железы, да, у вас такое творится? А она говорит, так это меня не беспокоит. Понимаете, это ее не беспокоит. пациенты чаще всего вот самый важный симптом, они не говорят. Они могут тебе рассказывать всю драму из жизни, начнут там тебя голову морочить, а это важно, они скроют. И поэтому очень важно вот умение брать анамнез, да, умение вот делать акцент на вещь, которые важны для тебя. И да, согласна то, что все равно каждого пациента нужно раздевать и полностью осмотреть. Да, поэтому у нас у приезжих преимущество есть в этом плане, когда мы приезжаем в Турцию, у нас есть вот это вот, советская система оборудования медицинского. Здесь, потому что, из-за того, что вот аппаратура сильно развита, вот томография, там все такое, больше в эту сторону, а у нас немножко, у нас-то все-таки учили там пальпация, аускультация, вот это все обследование физически, сильно внимания уделяли, и в этом плане, да, у нас немножко есть преимущества. У меня еще случай был в поликлинике, ко мне подошла женщина, ну, примерно 40 лет, у нее на ключичной области, вот прям над ключицей, такая базальома, она знает, да, что такое базальома, базальный клетчатый рак, ну, как она выглядит, это красноватое, такое пятно, неровное, и она говорит, вот мне это беспокоит, сочится и так далее, я такой, окей, раздевайтесь, ну, да нет, у меня там все хорошо, она, я ее заставил раздеться, и у нее на груди, верхний наружный квадрант, меланома была, представляете, большая меланома, то есть она показала мне более-менее доброкачественную опухоль, без взрыва, она считается, из-за целокачественных, такая самая безобидная, но в то же время у нее была самая опасная опухоль, чуть ниже, да, грубо говоря, и если бы я ее не разделал, как бы, во-первых, она просто, ну, за несколько лет, ну, за несколько месяцев она умерла бы, потому что меланома, она очень агрессивна в этом плане, поэтому очень важно пациентов хотя бы просто кожу посмотреть, хотя бы просто визуально, да, там, глаз, смотреть просто на пациента, что-то можно заметить, в той же степени, да, и у вас в неврологии, да, у вас же тоже есть признаки, там, на лице, какие-то проблемы есть, в неврологии, вот, поэтому… Да, вот если бы у нас часто путается с воскулитными заболеваниями, да, там, системная красная волчанка и так далее, и у таких пациентов, например, когда раздеваешь, у них обязательно на коже, вот эти, перед, вот, 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 вот эти все признаки бывают, там, еще феномен рейной и так далее, поэтому в неврологии тоже важно, допустим, рассматривать. И плюс вот то, что вы работаете с онкологом, например, если вы хотите в какое-то отделение онкологии поработать врачом общей практики, да, если вы там расскажете, что у вас какой-то опыт есть, вас, наверное, с удовольствием возьмут, потому что у них здесь врачом общей практики обычно устраиваются после 6 курса, там, без опыта, без ничего, и у вас здесь есть приму. Я помню фразу нашего профессора в институте, он нам говорил, как нужно вообще, ну, пациента смотреть, вообще приветствовать. Вот заходит к тебе в кабинет пациент, ты смотришь на его походку, как он ходит, сутулый, не сутулый, то есть все эти признаки, вот врач, он должен все это видеть, насквозь, он должен как рентген, все это видеть, все эти дефекты, потому что все это связано, организм может целый, все болезни, они друг с другом связаны, и одни болезни вызываются другими болезнями, поэтому очень важно не просто там спектр анализов назначить и все лечить, это нужно выявить, главное, 20, то, что реально сейчас беспокоит пациента, и то, что может влиять на другие, то, что вызывает другие болезни, допустим. Ну, здесь тоже, я поговорил с пациентом, обследовал, да, физически, и если у тебя в голове уже нет предварительного диагноза, то, в принципе, назначать анализы тоже смысла нет, Вы по какой программе это сделали? Получается, ординатура, это у Вас, как я понимаю, как стажировка в медицине, да? У Вас это было через Тюркей Бурслары или самостоятельная какая-то программа? Это самостоятельная программа, то есть нету никакой программы, просто своим ходом приезжаешь и все эти процессы проходишь. Тюркей Бурслары это больше для этих, для бакалавров, да, когда ты хочешь в университет после школы поступить и для тех, кто хочет магистратуру пройти по другим специальностям. Для медиков во время ординатуры Тюркей Бурслары никак не помогает. Хорошо, спасибо. А я еще забыла, оказывается, про это сказать, сейчас мне решили. Еще можно сдавать английский язык. Нужно сдать английский до ТУС. Если ты английский не сдал, то до ТУС не допустят. Бывали случаи, когда у нас здесь сдавали ТУС, набирали высокие баллы, но не могли пройти английский. Сдать английский и оставались на следующий ТУС. А ТУС здесь проходят каждые полгода. То есть, им приходилось еще полгода готовить к следующему экзамену. Поэтому до ТУС сначала нужно сдать английский. Уровень английского должен быть intermediate и upper intermediate. Почему это важно? Потому что здесь в основном будете читать статьи на английском языке и должны понимать. И даже, возможно, будете писать статьи на английском для международных журналов. Так, у нас как раз тут есть преподаватель английского языка, амиржат. Если кому нужна помощь. Да, можете обращаться. Потом сегодня я советовала доктор Майк. То есть, если вы Махир Морзаим, если у вас, не знаю, интересует именно американская система, либо, не знаю, какие-то терминологии, лексика, то можете прям открыть его, найти в Ютубе и посмотреть его видео. Хорошо, спасибо. Ну, вот этот весь процесс, что я хочу сказать, кажется сложным, пока кто-то рассказывает. Но как только сам начинаешь все это делать, и тем более, когда уже все сделала, кажется, все легким. Возможно, сейчас вас весь этот процесс пугает, кажется, что это долго и сложно, но нет. Дорогу осилит идущий, как говорится, поэтому не бойтесь, если у вас есть такие желания, то начинать. Особенно здесь хорошо для хирургов, потому что профессора особо оперировать не хотят, они в основном сторонники того, чтобы научить ординатора, чтобы побыстрее, чтобы он начал делать операции за него, потому что ординатор делает операцию, а деньги все равно капают профессору, поэтому в этом плане здесь хорошо. Насколько я знаю, у нас, например, идет борьба за операцию, не дают делать операции, нужно себе пациента найти и так далее, а здесь все будет проходить, сам будешь делать операцию и к концу ординатуру уже спектр операций, который самостоятельно делает ординатор, он довольно широкий. Ну, тут есть, конечно, конкуренция между ординаторами. Тот, кто старший, если на дежурстве ты не старший, то заходишь вместе со старшим, да? А если на дежурстве ты не старший ординатор, то ты берешь эту операцию. Угу. То есть, конкуренция между ординаторами тоже немножко есть. Ну, в плане обучения тут профессора показывают, обучают все там конкретно, четко показывают, правильно? Да. Ну, отлично, это тоже не нужно. Альфия? Я вопрос хотела задать. Ассаламу алейкум, Мурзаим, а можете сказать, какие пути открываются перед человеком, который прошел ординатуру в Турции? Какие пути? Если так посмотреть, ординатура в Турции, ну, мы приходили с надеждой, что она признается где-то там в Европе, но по правде не признается в Европе. Но есть такой вариант, что вы, например, в Германию, если поедете, сдадите у них опять такой же экзамен, подтверждение, например, как мы здесь свой диплом подтверждали, там вы можете сдать экзамен подтверждения вашей специальности. Например, я закончила неврологию, поехала в Германию, там сдала их немецкий, да, на там С2 и так далее, затем захожу на экзамен по подтверждению своего диплома именно в специальности неврология, и после этого я смогу там работать неврологом, именно специалистом по неврологии. Либо есть вариант уехать в арабские страны, там ОАЭ, там Дубай, например, там тоже говорят, если знаешь английские зарплаты, там, если это правда, я слышала, что 20 тысяч долларов, а если арабские знаешь, там еще больше зарплаты получаешь и так далее, у них тоже там вот эти экзамены говорят, не так уж сложно пройти, там заходишь на устный экзамен, там с профессорами, там несколько по своей специальности задают вопросов, и можно дальше поехать в эти арабские страны. Ну, мне мои арабы, которые со мной общаются, они сказали, что вот, допустим, в Катар, если хочешь эти работы, то, соответственно, ты приносишь диплом свой, его не надо подтверждать, ты сдаешь английский, там должен быть средний и высший уровень, и все, тебя берут на работу, если у тебя есть опыт работы, если у тебя есть опыт работы, то тебя сам берут на работу, если у тебя есть кандидатская, то тебя просто, ну, то есть точно берут на работу, то есть, без всяких на вопросов. Знаешь, английский опыт работы кандидатская, все. Ты можешь работать и получать хороший зарпад. Интересно, вот 5 лет ординатуры они будут считать за опыт? 5 лет ординатуры? Это не могу сказать. Слушайте. Ну, я думаю, в арабских странах в этом плане на самом деле отношения лучше, чем в Турции. Там они берутся за тебя, как за специалиста. То есть здесь отталкивают, хотят, чтобы ты уехал. А там наоборот, они за тебя берутся. То есть в этом плане там намного легче устроиться на работу. То есть ты, грубо говоря, сдаешь английский, и все, они тебе назначают работу. Плюс я слышала, у них очень такой социальный пакет развитый, да, там то, что развод длительный после дела. Если у тебя скручивают, то есть еще там четырехдневный рабочий день, это в неделю, что такое было? Да, условия, конечно, там было получше, чем в Турции, в плане они думают, да, о враче. Потому что здесь, например, видите, как вы говорите, дежурство, дежурство, то есть ты, грубо говоря, полностью в работе, допустим, если есть семья или еще какой-то другой заработок, то уже не отличешься особо. Альбина. Здравствуйте, Мика. Как ваши дела? На самом деле, Мика, я вами очень горжусь. Вы молодец. Вы уже который год боретесь с тем, что хотите быть первоклассным специалистом. Я вас очень обожаю. Мика, что бы я хотела спросить? Если выбирать Турцию и арабские страны, вы бы что бы выбрали? В плане работы врачом. Работа врачом? Я бы сейчас выбрала арабские страны, да. Даже если у вас вот вы уже который год резидент, и у вас есть возможность получить гражданство, как я знаю, через несколько лет вы бы все равно выбрали либо арабские страны, либо остались вы? Все равно выбрала бы арабские страны, потому что здесь даже будучи гражданином, да, во-первых, зарплата получается все равно неудачем в арабских странах. Плюс в арабских странах очень хорошо соблюдается рабочий режим, да, там, по-моему, четырехдневный рабочий день, неделю потом. Плюс то, что отношение к врачам, да, вот как Махер сказал, что здесь постепенно с каждым годом становится все хуже отношение к врачам. Даже вот бывают же случаи, когда уже пациенты даже врачей убивают, да, для меня было огромным шоком, то, что раньше я такого вообще не слышала у нас в стране, да, например, здесь очень часто нападают на врачей, особенно в неврологии, что страшно, то, что пациенты в поликлинике бывают эти, да, зависимые от лекарств, особенно вот при Гаврин-Мерике, да, и они могут на врача, если ты скажешь, я не напишу тебе это лекарство, там, лекарство не дам, то они довольно агрессивные, вот даже во время, когда я работала в интенсивной терапии, когда приходилось рассказывать родным о смерти пациента, тоже мы получали такую агрессивную реакцию, что приходилось даже охранников вызывать, да, чтобы они рядом стояли, пока мы сообщаем о смерти пациента, поэтому вот эти все вот настроения, да, как бы кажется, что здесь немножко уже весь народ, он немножко против врачей больше настроен, поэтому из-за этого я бы сказала, что больше арабских стран выбрала бы плюс, не хотела, вот хочется, знаете, чтобы финансовых проблем вообще не было, чтобы я, вот, например, не хочется мне дополнительно думать, чтобы, как можно, где еще дополнительно заработать, да, например, если ты туда поедешь, то у тебя не будет такой проблемы, ты будешь сконцентрирована только своей специальности заниматься, да, поэтому думаю, плюсы в арабских странах. А еще, как я знаю, после окончания резидентуры в Турции, можно где-то в Германии, там, проще говорят, насчет этого не узнавали. Ну, да, я тоже думала о Германии после выпуска поехать, но сейчас вот из-за политической ситуации говорят, что в Европе жизнь тоже стала не очень, так скажем, легкой, да, то, что там налоги повысились, там цены на газ повысились, и говорят, что зарплата врача, она уже тоже, в принципе, хватает только как бы на месячную жизнь, да, то есть на только самые базовые потребности. Поэтому сейчас тоже немножко под вопросом, хотя, хотя, если так посмотреть, у меня еще есть три года, посмотрим за эти три года, какие изменения в мире будут, экономической ситуации и так далее, и посмотрим. Но вообще в идеале хотелось бы вообще вернуться в свою страну, немножко там, да, поработать, услышать народу и так далее. На самом деле я возвращалась в свою страну, попыталась у себя поработать, но после того, как ты вышел на другой путь, зайти в свою страну уже по-другому. Да, есть такое, да, поэтому вот все еще этот вопрос остается нерешенным у меня. Спасибо большое, Аняка. Ну да, уровни же, они разные, в любом случае, там, допустим, той же, вы из Кыргызстана, да, я правильно понял? В том же Кыргызстане, там, в той же России, все равно ты здесь получаешь знания, навыки, но когда ты их не можешь применять у себя в стране, соответственно, теряет их ценность. Плюс еще, получается, отколеть немножко вот это, да, неприязнь, есть такое, от старших коллег, когда пытаешься что-то делать. Допустим, ты поменялся в плане мировоззрения, да, в отношении к медицине, но там-то никто не изменился, ты возвращаешься, и там все те же люди, ну, грубо говоря, это старое окружение, которое засасывает просто, оно не дает развиваться, поэтому, если уж вы намерены там дальше двигаться, то лучше, наверное, брать более такие высокие уровни, чем возвращаться. Ну, опять же, да, всегда хочется там своей родине помочь, там своим пациентам, народу и так далее, но тот же народ есть и в других странах, ваш же народ есть же, правильно, он есть и в Турции, он есть и в других странах, поэтому, в любом случае, вы найдете свою клиентуру, вот, важно не назад идти, как это, как вы это, казах, по-моему, да, или какого-то, алга, только вперед. Так что не оборачивайтесь назад, я думаю, иншалла Всевышний вас благословил уже на этом пути, вот, у вас все хорошо получается, вы уже влились, я так думаю, в корректив свой, да, в неврологию, поэтому, иншалла Всевышний вам еще откроет другие дороги, а наилучшие, просто делайте дуа, просите. Да, спасибо. Так, ну все, у нас уже час, регламент, спасибо большое, мы знаем, если будет еще информация по поводу ординатуры, может быть, по неврологии вы нам что-нибудь расскажете, да, на самом деле, людям интересно, из практики врача, там, невролога, может, темы расскажете, раскроете, для наших, там, не обязательно, для русских, там, из разных стран, наша аудитория есть, поэтому, я думаю, будет полезным, если какую-то тему расскажете, раскроете, и принесете пользу. Спасибо большое. Вам спасибо, желаю удачи вашему проекту, очень хорошо, классно придумали, мне кажется, такой обмен информацией, и, думаю, будет очень полезно для многих пациентов и врачей, поэтому, желаю удачи вам тоже. Да, спасибо большое, что у нас, на самом деле, основной акцент для пациентов, чтобы мы могли им принести знания, ну, и, как бы, вы сами видите, что и вы получаете пользу, то есть, вы готовились же, будьте там, по неврологии готовиться, вы же будете разбирать свою тему, вот, у нас есть, донат-система, у нас есть, вот, допустим, к вам могут обращаться за консультацией, да, после вебинара, люди видят, какой вы человек, какой вы доктор, вы разбираете свои темы, в своей сфере, вы хорошо общаетесь с людьми, и, соответственно, люди будут обращаться к вам. У нас есть, кстати, платные вебинары, можно проводить, поэтому у нас только вперед. Вот, спасибо огромное. Да, приходите к нам еще. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин